Каждый думает, что у него есть точное представление об Израиле и его народе. Но реально мнение это базируется на точке зрения на арабо-израильский конфликт и воспоминаниях о том, что, дескать, на старой квартире жил сосед Юрей. На самом деле все не так. Столица Тель-Авив – современный мегаполис, но вместе с тем это сугубо восточный город с чудными туземными базарчиками. На жизни Тель-Авива обострение отношений Арафата и Нетаньяху не сказывается никак. Исконные израильские земли абсолютно безопасны. Палестинских арабов сюда впускают утром на работу, а вечером они возвращаются обратно. Однако почти все израильтяне так или иначе вооружены. И наряду с этими тревожными обстоятельствами Израиль является популярным курортом. В общем, если подходить к этой стране с привезенным извне взглядом, немедленно начинаешь путаться в казалось бы аксиомах. И потом начинаешь удивляться. Например, тому, какими темпами и в каких объемах здесь строят. Заполненная машинами дорога, без которой кажется не обойтись, на самом деле построена в последние три месяца. В Тель-Авиве полно старых зданий, но их неуклонно сносят, и на их месте с ураганной быстротой появляются новые. И о народе. Кто до приезда в Израиль подозревает о такой политике? Если вдруг где-то против евреев совершается теракт, то на этом месте обязательно строится новое поселение, означающее, что народ ничего не боится. Но и этими ощущениями путешественник ограничиваться не должен. Еще одна черта Израиля. Это очень разная страна. Тель-Авив – столица государства, а Иерусалим – столица трех религий. Это совсем другой город. Даже евреи здесь другие. Иерусалим – самый посещаемый город мира. Ежедневно здесь проходят толпы паломников. К любой святыне можно пройти только через импровизированный супермаркет. В каждой лавке с таким постоянством предлагают баночки с обетованной землей, равноупотребимые для иудеев, христиан и мусульман, что на месте святыни ожидаешь увидеть большую яму. Но нет, стена плача на месте. Это стена разрушенного храма Соломона. В Евангелии есть намек, что если храм будет восстановлен, то в нем востятит Антихрист. Все щели в стене забиты записками с просьбами. Но ритуальный смысл такого общения с Богом утерян. По обычаям, чтобы пожелание исполнилось, к стене нельзя поворачиваться спиной. Обычай не выполняется. Величайшая христианская святыня – храм гроба Господня – располагается в глубине старого города и со смотровой площадки невидим. И здесь экскурсанты преобладают над паломниками. Можно дотронуться рукой до того камня, где стоял крест, на котором распяли Христа. Для этого обязательно нужно встать на колени. Внутри храма – часовня, в которой находится гроб Господень. Все это и еще массу интересного нам рассказал и показал добровольный помощник. А когда мы уходили, сказал, глядя прямо в глаза – «С вас 300 долларов». Сошлись на 10 шекелях. Вечером на стадионе «Ромат Ган» Израиль предстал еще одной своей стороной. Атмосфера напоминала Владикавказскую. Публика стремилась быть запечатленной телевизионной. Среди болельщиков было довольно много выходцев из России. Но переживать они готовились за родину исторического. Только несколько человек имели особое мнение. Кстати, они полагали, что капитаном сборной России будет Алексей Михайличенко. – Чего вы за Россию болеете? – А почему вы за Россию болеете? – Моя родина – Россия. – На каком основании? Тут они вот дискриминационно говорят, что мы все пьяницы, что мы все линзяем. Матч с израильтянами сборная России начала в непривычном составе. В центре полузащиты впервые играли Карпин и Бушманов. Необычный для себя место крайнего защитника занял Тетрадзе. Тем не менее, проблем несыгранности первые минуты у наших не возникало. Даже присыщенную оборону израильтян удавалось проходить. И к середине тайма могли забить Анопко и Колыванов. Поначалу не было проблем и в обороне. Пока Харази в сложной для себя ситуации, но удивление просто не перехитрил Менько. Нормально ударить ему не дали, но слабина в российской обороне была обнаружена. Постепенно все больше израильтян принимают участие в атаках. И перед самым перерывом ворот Черчесова снова жарко. Без обиды на первых взгляд высокий навес свеча в нашу штрафную. Заканчивается тем, что Харази снова удивляет Менько. А Ревьеву едва не открывает счет. Россияне начали пропускать чужие атаки. В игре не может быть, чтобы не били по воротам или не было каких-то провалов. Но такого не бывает. Поэтому я же говорю, существует нападающий, защитник, полузащитник. Кто-то что-то проиграл. И, конечно, в счете вратарь там выручил или не выручил. Это уже вопросы. В основном за счет огромной самоотдачи израильтяне владеют преимуществом. В начале второго тайма Харази после упущенного момента идет на хитрость. И падает в борьбе с Менько. Сердобольный судья давит штрафной. Из восьми наших выстраивается стена плаща, не вызывающая трепета у Брумера. 1-0. Никакое, никаких оправданий я должен брать этот мяч. В любом случае. Видел мяч, не видел. Есть проблемы, но это никого не касается. Пропущенный гол завел наших. Израильтяне атакуют уже как-то по инерции. Подходить к воротам Черчесова им все труднее. И редкие удары наносятся лишь с дальней дистанции. Преимущество россиян же растет поминутно. Израильтяне обессилены и на быстрые и короткие передачи реагируют с трудом. Стенка с участием бесчастных и Карпина приводит к тому, что Колыванов получает мяч на убойном расстоянии. 1-1. Физически россияне готовы явно лучше. В последние минуты израильтяне просто задавлены. Но забить нашим больше не удается. Первая серьезная игра сборной Игнатьева не произвела сильного впечатления. Но турнирная задача, тем не менее, выполнена. В принципе, костяк уже есть команды. 6-7 человек, которые выходили все три игры. И у нас игра довольно-таки, могу сказать, что получается. Потому что даже при такой плотной обороне, которая была сегодня, мы создали несколько хороших возможностей, чтобы забить. Редактор субтитров А.Семкин